у меня запись не прожимается вот да и со второго раза поражалось значит всем привет это 10 часть трансляции прохождения ведьмака чатику привет 404 444 было в чатике только что даже 450 эти джи флайт говорит последний раз когда я смотрел майкер он чьё-то причинное место трогал теперь в борделе начал куда админы смотрят 18 плюс мы получили баф он до сих пор висит вон слева наверху и именно после получили баф на выносливость пошли в бордель ну как бы ну вы понимаете последний трансляция была где-то неделю если не больше назад и ёшки матрёшки у нас огромное количество доп квестов дом милый дом следовать за дворецким я там провалил это задание ну типа отошел от него может быть и не стоит я бы пошел еще немножко по основному касту потому что он на 39 уровень я 43 надо хотя бы сдать вернуться к регису рассказать об успехах смотреть что будет дальше а потом выбрать один ну максимум два из доп заданий потому что все я пройти но времени мне не хватит это точно по охоте за сокровищами мы получили с вами прошлой части трансляции собрали сет сделали мечи насколько я помню да только руки не взял в сет потому что руки классные с критом и крит уроном у меня же химик дикий капец у меня интоксикация 308 эйфория до двухсот тридцать одного процента увеличивается урон да там дикий урон вылетает я помню что еще были проблемы у меня с тем что я не все что хотел скрафтил в плане нет отвары вот которые я могу скрафтить это знаки это ногдаун слепота и прочая хрень конный бой тоже идет лесом знаки тоже фигня век ускорения прыжки вне боя можно конечно волоколанчика хряпнуть ну просто как он он будет как баф нет он слабенький вообще нужно что-нибудь хороший на урон на крит или например вот и кима урон нанесенный врагам восстанавливает здоровье хорошо зайдет ну и конечно же крафтить дальше всякие эликсиры закупаться и у алхимика и у ой травника крафтить 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 но учитывая то что я совсем недавно был у них пока что пропустим этот момент авось наберем там по встречам какие-то еще ингредиенты все будет ок ладно привет замазанчик замазанчик всем чатике кто присоединился конечно же пламенный привет и давайте на аут звук основной квест надо сейчас сдать порт дальше на кладбище поехали да на премию full hd 60 fps надеюсь мне так как так же как и прошлый е два раза после того как процессор я подогнал все пройдет чистенько гладенько без не просто без лагов но и и без каких-то странных ребутов ну что до сих пор четвертая часть битая получилось фомби активировал премиум на канал с фомби фомби кстати много интересных идей парам понадавал потом там же стримеры были на сходке и общение было на разные темы поэтому много но я позаписывал в общем-то ой какая музыка прекрасно заходим орегис наверху я тут кажется особо не осматривался не лутал посмотрим что готовишь бульон из руки своего товарища вижу у тебя обострелось чувство юмора мы не каннибалы геральт я взял с руки немного ткани этого хватит чтобы приготовить микстуру отзвука а остальное где я сжёг все как велит наш кодекс ворон сказал что ты нашел последний инведиент какие вороны полезны часто они тебе помогают я стараюсь этим не злоупотреблять не правда бывают полезны я хотел быть уверен что смогу быстро прийти на помощь если что случится спасибо за заботу но я и сам справился долго еще готовить отзвук и ты что-то говорил про последний компонент что там с ним видишь ли с ним есть одна сложность приготовление микстуры требует крови причем тонн и существо чьи воспоминания мы хотим получить но есть у меня один знакомый вампир который наверняка нам поможет правда ли яс дело в том что все не так просто за время твоего отсутствия я пытался найти аналог но опасаюсь что таковых нет не понял что нам мешает просто взять у тебя немного крови нужна кровь в состоянии возбуждения тихо секундочку звуки из игры погромче сделал бсп привет отдельный он хочет меня на дивинити подбить на айронмене но смысле без на максимальном уровне сложности прям воодушевился не знаю что из этого получится тем более что ну ладно посмотрим знаешь высшие вампиры меняют свою оболочку но вместе с телом у нас меняется химический состав крови короче говоря мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения еще короче безумия и это будет очень опасно опасно почему даже в другом теле это будешь ты но я буду в состоянии свирепой ярости и ты лучше меня знаешь что ярость нельзя контролировать если ты хоть раз видел обезумевшего вампира узнаешь в опасности будут все кто окажется поблизости и что будем делать я бы не хотел чтоб ты кинулся на меня с когтями я бы тоже не хотел ну не бойся я все хорошо обдумал скоро расскажу обо всем подробнее ладно так что ты хочешь сделать мы навестим старое владение вампиров тесхам мутно там есть подвешенные клетки я войду в одну а ты тем временем приманишь чудовище потом ты будешь их убивать думаю крови будет много достаточно для того чтобы запах довел меня до безумия интересный план а что это такое тесхам мутно место казни давно когда мы были здесь еще относительно недолго жил высший вампир по имени хагма и он так распробовал человеческую кровь что за ночь мог выпить целую деревню это доставило множество хлопот всему нашему роду люди измученные страхом начали охотиться на нас нанимали чародеев и ведьмаков чтобы нас выследить они все равно не сумели бы вас убить однако они были надоедливы как прости мне это сравнение комары которые вечно зудят на дух остальные вампиры решили что с этим надо что-то делать схватить хагмара и наказать его и тогда в подземельях тесхам мутно возникло место казни там создали клетку из специального сплава серебра дольвинита и метеоритной стали как мы расхватили и заперли в клетке он сидел там больше двухсот лет не раз впадая в безумие но выбраться не мог отсюда следует ярость моей скромной персоны клетка тоже выйдет пойдем медлить не стоит веди в этот твой тесхам мутно почти готова последний ингредиент горыныч были сердечки варен не просто троллит он же тоже на сходке было как раз новость показал про карину галустян и вора наказал на последнюю услугу конечно же принял сангуриум препарат обостряющий чувство крови так я буду чувствовать запах крови в сто раз острее чем обычно ты спятил ты же завязал опа гераль твое возмущение мне льстит но прошу тебя успокойся меня не было выбора так что жребий брошен отправляемся в тесхам мутно это у меня голова уже идет и ты начинаешь слишком хорошо опс ты начинаешь меня пугать так план очень опасный во первых надо будет привлечь чудовищ наш друг будет заперт при этом типа в клетке которую нельзя он не не сможет разбить но что-то мне подсказывает что есть опция что он ее все-таки разобьет и пробьется и что он такой яростный весь и опасный но с другой стороны у меня есть кажется отличное масло против вампиров и как следствие не только хороший урон и сопротивляемость хорошая мы на месте священный он поддержал ваш канал на 100 рублей он не надо спасибо твердый знак мягкий знак крышечка 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 прошу вас не саппортить его время это убивает атмосферу заносите в конце трансляции или в начале ты уверен что так надо ты точно знаешь что делаешь могу только надеяться прошу тебя пойдем чем дольше мы медлим тем труднее мне сдерживаться не хотел причинить тебе зла веди работа падальщиков логово у них должно быть совсем недалеко верно я говорил что здесь опасно за этой стеной находится древняя темница вампиров я в жизни многое повидал но чтобы такое я весьма польщен это большая честь показать что-то новое такому придири как ты я открою дали много опыта старинный способ защиты от непрошенных костей двери открывает механизм и жалобы на рассинхрон эльдар у нас на связи сейчас секундочку нет настройки не слетели от меня дропов нет сейчас разберутся хитрые механизмы вампирская крепость похоже ту сэнд был для вампиров важным местом да можно тестовый прям пока посмотреть минут 15 там есть ограничения но за это время я думаю что все поправится стальной меч панцирь и штаны вот перегруз у меня сразу же а чушки не сбагрил то всякую чушь колющим рубящим горению и ну сэта я менять не буду вот мечик может быть что-то а вон внизу пробитие доп урон такой же шанс крита ой какие хорошие вероятности по кровотечению оглушению 15 15 урон проседает и но его починить можно единственное что там без без рун 15 процентов горения а так то хорошо этот мечик бы я взял давайте туда заморозочку зафигарим починю сто процентов ну и сейчас они уже сопоставимы по урону вот мне эти бафы нравятся кровотечение 15 оглушение 15 крит забиваем но пробития доспеха еще есть а у этих шмоток тоже есть сет бонус убийство противника восстанавливает очки жизни на число равны один процент от уровня очков здоровья за те каждый текущий элемент то есть три процента вот макс здоровья не такой уж большой бонус на самом деле но там видимо еще что за победитель я тот кто служит служит племени возвысившийся над людьми я отрекаюсь от людской слабости поставленные над людьми я становлюсь я пастором стада наполненный силой обращу я свой меч против врагов племени я господин и раб я исполнитель воли племени я принимаю этот меч и этот панцирь дабы служить племени перегрузки моим так давайте скинем скинем вот чё не продала пошел в новую локацию мухое место здесь в воздухе смерть там трубка очень многие простили здесь жизнью зря я так деньги нужны на крафт тут много нужно бабла туда вряд ли стоит лететь это глиф высеченный в скале когда-то они были покрыты кровью они что-нибудь означают это символы вы бы сказали племен которые разошлись по миру после сопряжения сфер мои предки начертали их здесь чтобы они напоминали откуда мы происходим люди в клеточной батарее и на свободном выгружении мы собрали тут особую библиотеку в последние десятилетия многие из нас узнали что за счет другого раза получения крови хорошего качества нежели охота на отдельный ход систематизированное контролируемое разведение людей в подходе к разведению людей существуют различные школы две из них последнее время кажется получили наибольшее призвание это клеточное разведение и так называемый свободный выпас наше исследование подробно рассказывает рассмотре достоинства недостатки методик короче это вы на досуге ознакомьтесь пожалуйста с двумя методами да и еще два предмета из сетом сапоги и маскам сапоги ну просто все резисты хорошие плюс очень хорошие резисты к горению то есть такой сет можно спокойно надевать и вперед ну бонус можно довести до 6 процентов ну понимаете это убийство процентов убийство противника восстанавливает очки жизни то есть 6 максимум убиваете врага получаете 6 процентов от вашего текущего запаса здоровья я лечусь эликсирами химией там 25 процентов за выпитый эликсир и мне нормально тем более на боссах этот сет вообще никак не поможет поэтому я что-то скептически отношусь к где у меня шлемак я же шлем еще подобрал кроме сапог ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей донатить в конце трансляции на 95 процентов безопаснее чем во время трансляции должно быть норм спасибо за фикс ледокола это как раз по а это вещи для задания это просто можно куда я могу маску на я могу нас маску надеть как а масочка то вообще надевается вот так вот ну хорошо ладно лучше чем ничего сломанная кирка в такой маске с умным видом конечно не просматриваешь камер кого тут держали это крайне мрачный я бы предпочел не призывать демонов но я тут по камерам колечко нашел господи как она запись беседы с низшим существом стенограмма беседы мастера эзельхи эзехиля хильдегарда с человеческим существом кто ты меня зовут алекс бесконт почему твоя кожа вся дрожит я боюсь господин боишься не понимаю ты не знаешь что такое страх господин нет я освоил ваш язык но некоторые понятия мне чужды что такое страх это такое чувство которое уничтожает все другие чувства оно подчиняет голову и сердце что ты говоришь а я всегда думал что это чувство боль в моей лаборатории я проводил опыты на людях и выяснил что мать подвергнута определенному воздействию в состоянии забыть даже о собственном ребенке думаю только о том чтобы больше боль прошла разве страх похож на боль нет боль управляет телом а страх рождается в сердце ах вот как то очень интересно то что ты говоришь думаю мне надо будет исследовать в лаборатории твое сердце как это исследовать обыкновенно вынуть его и подвергнуть подвергнуть всестороннему исследованию но ведь господин я я тогда умру да ваша смертность представляет для меня большое неудобство но ведь это не я создал ваш вид не я в ответе за его чрезвычайную хрупкость беседа проходила на людском языке записан на нем же синаграмму необходимо перевести действительно он то тут причем записки пленника я нашел клочок пергамента который выпал из кармана одного монстра ох я написал бы это в собственной крови но чувствую ее уже почти не осталось мне холодно каждый третий день они приходят вскрывают мне вены потом я не могу шевельнуться долго я так не выдержу из соседних клеток слышен вой перепуганных людей если бы у меня были силы я разбил бы себе башку решетку надеюсь что долго это не продлится алоис из соседней клетки умер вчера его выпили наверное их это разозлило потому что я слышал как они ссорятся на своем странном харкающем языке сегодня с утра привезли новых можно сказать пришла поставка свежей крови новички еще не знают что их здесь ждет единственное утешение для меня в том что я это уже знаю что никогда больше не переживу того ужаса который испытал в первый раз когда за мной пришли я не знал что им нужно пока они не вынули эти блестящие инструменты никогда я такого никогда я не видел такого прекрасного материала моя кровь отражалась в этих инструментах как в зеркале и окрашивала серебро пурпуром о три перстня это тренировка просто и последний девайс из сета перчатки из ТСХ мутна без крита без крит урона без крит шанса тоже резисты и сопротивление правды кровотечению второй элемент доспеха идет лесом примерить конечно можно типа каково это оно в фоллсете ходить но мы же в суровой ведьмаке оооо попахивает заварушкой у меня тут чаек приготовлен милое местечко что это за клетки ты говорил здесь держали только одного вампира а да видишь ли мои предки были не самыми великими гуманистами они решили что лучшая кара для их мучить его запахом крови который он не сможет который он не сможет попробовать не мог сделать приступим к делу я так правда я приманка для это естественный ход событий запах смерти привлекал так трупоеды будут что может приманочку разложим здесь геральт может ты хочешь чтобы я разрушил и поставил тут мясо трупоеды кажется масло у меня на 25 против трупоедов и думаешь получится надеюсь мясо воняет так сильно что запах должно быть в милиграде фух ну ладно а региса мы не будем в клетку сажать приманки готовы я войду в клетку ты меня прикуешь сплав из которого сделаны прутья не даст мне обратиться в туман андеф только начали фактически а ты что захочешь сбежать я буду хотеть одного остановить боль и я за себя не ручаюсь закрой быстрее дверь чудовище почти здесь а у меня уже кружится голова откроет да кто не знает как вампира учат крови не представляю что такое жажда его по 200 Это будет рубил Я уже вижу стопроцентный крит Может договоримся про какой-нибудь знак? Ну на случай, если тебе станет совсем не в моготу Так, стопэ Что я хочу? Пока не поздно, может быть, закинем глифов Полезных И не очень Нифига нет полезного, кроме пробития доспехов Окей Кто там идет у нас? Паршивец, гуль Стоп, 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 стоп Паршивец, гуль, это все? Проклятые? Нет Это все трупоеды Гуль Падальщик, падальщик, видимо, не паршивец Так, трупоеды Масло против трупоедов, в первую очередь Нет у меня нормального масла против трупоедов Кажется, 25, да, только 25 Далее, поднимаем токсичность Тремя эликсирами Наверное, неясыть поставлю Чтобы больше зарядов и проще было лечиться Грома ставлю Силу атаки Пропиваем Раз Квен пока нет Все резисты Два Отраженный урон Вряд ли Виверна вряд ли Потому что Нет, давайте Нет, Квен особо не поможет Мне, блин Квен или увеличение урона на проценность Нет, нет, нет Один процент Это вообще фигня Так, давай отраженный урон А я же могу 4 попробовать хряпнуть Что у меня по интоксикации сейчас Могу и хряпну О, 91 Сейчас такой урон будет заходить Не сможешь Ё-моё Они же взрываются Блин Сабу-ка Я уже там Разуплотнять Да там этот Взрывающийся Падальщик Черт А у меня еще Токсичность такая Что я не мог пропить Нормально Чтобы восстановить Ладно, поехали Сейчас все будет Сейчас первого троя пройдем Может договоримся Договоримся Обязательно договоримся Жесть Ну на случай Если тебе станет совсем не в порядке Так надо еще гром пропить Ну и Что ты тогда сделаешь? Да что ж ты Успакую тебя Как-нибудь Ты Не сможешь Ты лучше сам Успокойся Давай Да ё-моё Ладно, квенчик Да, там интоксикация полная Поэтому А че стоим, пацаны? Кого ждем? Да как? Взрыв Они там пройти не могут Ага Рейдис почем Да 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 Ааа Ну когда там можно пропить-то ласточку? Блин Че-то их много Вообще Ну пропей Да Блин, интоксикация че-то медленно спадает Взрыв Держись Есть Пробил ласточку Ааа А, тут баг Полоса должна была быть Изначально пустая Ясно То есть она наполнилась Нифига себе Рейдис как-то менялся Потерпи еще Мысль действует Чтобы кровь у него собрать Через пару часов кровь засохнет Именно в таком состоянии Главное, чтобы клетка выдержала Ага Геральт спокойно так хоп И медитировать Вообще Пойдем-ка отсюда Такая обилка классная у него Что с микстурой Это было изи, вы видели Там такой урон Я все приготовлю Ты только скажи Что делать С двух ударов там улетали Не будем Не будем об этом Нет Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам Так что бы ты сделал? Нашел бы Детлофа другим способом Я не хотел никакого другого способа Ты не подумал об этом? Нет Мне казалось Мне казалось Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются Я говорил Этой болью я отдаю долг Великий долг Детлофу Если бы мне пришлось пройти через это еще раз Я бы не колебался Я приготовил отзвук Все точно по рецепту Ничего не перепутал Пропорции верные Время приготовления тоже Это важно, Геральт Малейшая ошибка даже Ведьмаку может дорого Я опытный химик Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть Ну хорошо В таком случае Начнем После этой сцены я подправлю звуки из игры В частности по диалогам Должно быть лучше Хотя я могу игру-то сейчас сделать погромче В принципе Хотя сейчас и я тоже буду погромче Но это тоже пофиксим Только после Простите Я только на минуточку Вы встряли в очередь Но милостивый граф У меня заседание сейчас Сэр Вы были первым Пожалуйста, присядьте Этот господин был первым Шевелись, а то пожалеешь Это знакомый вашего сиятельства И тут я велю ему сойти и уступить место Он стоял как дурак Ты бы его только видел Дали мы ему прикурить А мать решила купить эту мельницу Забавно Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям Извини Что? Так, а зачем он руку свою Или он в ярости это сделал? От злости, понятно Ты проснулся Ты брыкался, как зверь, пойманный в силки Я уже начал бояться, что тебе конец Было не слишком приятно Но, в общем-то, все удалось Что ты видел? Делакруа Убить его было нелегко Похоже, Детлаф с ним сдружился И все-таки убил его А тело расчленил Потом он впал в ярость В раскаянии он отрезал себе руку Который совершил убийство Интересно Не похоже на Детлафа Ты видел что-то еще? Я видел момент Когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлафа И, похоже, это было Начало моих дружбой Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного Обычная жизнь А видения должны быть связаны С сильными эмоциями Видимо, у Детлафа этот эпизод Вызвал именно такие эмоции К тому же, позже он убил Делакруа Убийство кого-то, кому мы симпатизируем Не обходится без эмоций Ни у кого, даже у вампиров Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды Детлаф познакомился там с Делакруа И вернулся на то же место после убийства Интересно Будка кажется где-то в портовой части города А сам чистильщик вроде бы знает Детлафа Хм... А это еще интереснее Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений Других зацепок нет Схожу, поговорю Ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже Я пока не готов выходить Понятно Отдыхай Если что-то узнаю, сразу вернусь Итак, пока не забыл Во-первых, сделаю микрофон потише Во-вторых, в настройках звука Делаю музыку на десяточку Эффект на десяточку Потише А речь оставляю на том же самом уровне Это должно Сделать лучше Ситуацию с диалогами Много опыта получил Восемьсот Задание от звук выполнено Рецепт зелия регенерации Новое задание Логово бестии Восемь мерок вытяжки из вербены Текущий Который под химика Увеличивающий максимальный уровень Интоксикации Позволяющий Как раз держать этот постоянный Баф На... А, вот в порту Нас в порт посылают Я там был Не так давно Тем он приходится Ведьмаку Старым другом Судя по книгам Старым-старым другом Который Вроде как Чистые ночи не работают Лучше вернусь днем А, у нас закат уже Поэтому никак Восход у нас Ну и как ты это объяснишь? Неважно Льет или солнце печет всю неделю А тут всегда грязи по щиколотку А я тут при чем? Погода у нас в Баклере такие Я тебе дам погоды Это ты каждое утро Помои выливаешь Здесь и перед нашей мастерской А люди себе обувку пачкают И к тебе чиститься приходят Любезный Это ж заговор какой-то получается Сейчас я тебе жопу ремнем заговорю А ну пойди сюда Оставьте его А ты кто такой? Сейчас мне морду набьют Я его отец Его отец И не позволю вам его трогать Брехня Знал я его папашку Про щелыга был и обманщик Как и этот Я его научу манерам Хватит гадить у мастерской Только чтоб башмаки людям перепачкать Отодвинься мужик Так не пойдет Тогда милости просим Можем и тебе по случаю люлей выписать Ноги тебе переломали Блин да ладно Приблуда Тихо Будешь знать как пройдохом попадает А можно можно Так стопы А нельзя я Давайте бить морду просто Мы зажали пацаны зажали Как же я люблю понавалять Твою мать Ничего я химик Могу просто жрать улыбла вдали хорошо что меня не унизили эти в оборванцы а то опять было бы жопа ты не они мастер хрен-то маржова не ведьмак что это значит что тут за драка кто зачинщик ничего не знаю выслеживаю беседы по поручению княгини да что-то слышал такое а эти здесь кто такие ничего просто не да нет усложняет работу они мешали следствию понимаю но ничего посидят пару недель в каталажке сразу раз хочется против княгини выступать об идем справедливость нормально а вы однако умеете махать лапами работу часом не ищете у нас был бы хороший дуэт пацан чувство ушлы да как ты себе это представляешь да при отличнейше я бы своим делом занимался а вы стояли бы на страже ну и потом вы сильнее меня так что с утра носили бы помой помогали бы грязь развозить значит правы были мужики которые хотели тебе люлей прописать жить-то как-то надо ну так что по рукам уважаемый блин мне как воду стримера напоминают не могу понять какого интересует меня один человек сейчас сейчас до разговоров милости просим на креслице у меня чистая обувь в этом городе ни у кого нет чистой обуви разве что кто-то только что вышел от меня прошу пацан конечно один из самых богатых видимо в городе ну то каком вы хотели спросить об одном твоем клиенте высокий в хорошем черном сюртуке не местный чужеземец что-то припоминаю офигел огромная сумма могла бы освежить мне память сколько ну скажем 500 крон охренел чего да ты с ума сошел на что тебе столько денег да я вот дело хочу расширить понимаете будку хочу с большой вывеской и новый ящик ваксу щетки а если денег хватит еще в прачечную вложусь тогда за грязную воду платить не придется я вижу ты уже все спланировал а как же теперь осталось только денег найти звучит как бизнес-план у меня нет второго уровня обмана вот поэтому придется торговаться ну хорошо может как-нибудь договориться 500 крон 500 за такую цену да я и рта не открою а я не буду тебе платить нет не пойдет куда это годится бобер платит дважды блин чёрт будь по-своему за что я согласен премного благодарен ах ты скотина мелкая ну давайте к делу дядьку которого вы ищете я знаю а вот как зовут нет но он раз в пару дней заходит он всегда добрый платит больше нужного знаешь где его найти нет но вы погуляйте тут вдруг он появится у меня нет на это время ты точно не знаешь где его искать может помнишь откуда он приходит я когда обувку чищу по сторонам не пялюсь кто куда идет не смотрю я смотрю у вас дела не очень а вот и ты тебе лучше да благодарю воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен теперь позволь я задам правильный вопрос видишь эту бутылочку мальчик стоит добавить одну каплю в ваксу и даже самый грязный башмак будет сиять как купол собора святого лебеды с ней ты без труда будешь чистить три раза больше башмаков и получать больше денег она твоя если скажешь где живет человек которого мы ищем но а вы ему ничего плохого не сделаете он может странный немного но добрый нет же это наш приятель но у нас не вышла размолвка и мы хотели бы с ним поговорить я ему ботинки оставляю у одного дома в порту у такого с красной дверью но не знаю там он живет или нет проверим может найдем что-нибудь так может прежде чем вы пойдете я позабочусь о ваших ножках при всем уважении обувка у вас могла быть и почище спасибо в другой раз пацан неплохо поднялся он и так-то жил у него схема нормально работала вот а тут вообще заживет у меня есть одно очко умений одном очко умений и наверное нужно решительность докачать для того чтобы по крайней мере да там мне пахать пахать да ты неплохо справился с этим малым детьми главное найти правильный подход но скорее уж подобрать правильную взятку 500 крон карл надо будет продать лишний трэш потому что ну лучше красная дверь это не говорил чистить заходим но так пока идем кустам обман лучше прокачает будет эксплуатировать дети даже не шелохнулась придется выломать ну как но умоляю прояви немного так то с тем же успехом ты мог бы стоять на улице лупить в бубен и кричать дает лов я иду за тобой и что ты предлагаешь дай мне минуту обратиться во что-то и в окошечко а вот так я видел его текстуру уловка могли бы ты не думал стать взлом не плохим да с такими-то способностями я подумывал об этом но решил что это очень уж скучно пойдем на лошадке успел покататься он там ваш конь такой качалка шустрый можно было вычислить дом по количеству ворон игрушки мистерит теперь типа френдли он здесь ты чувствуешь его нет его нет но он точно здесь был запах все еще силен давай осмотримся давай обыскать магазин игрушек использовать чутье старая игрушка никому уже не пригодится жаль кто-то и раньше радовался эту игрушку недавно чинили вот хорош скорее всего не на второй этаж сразу на пыли эту игрушку положили здесь недавно что вряд ли среди игрушек забавная безделушка конь иногда я думаю что кончу жизнь как такая вот игрушка интересная фраза пойдем на чердак я показал что значит это манил джексон нужно осмотреться на стене так окей во первых инструменты видим инструментами недавно пользовались в перерывах между убийствами детлов чинит игрушки оставить свое злословие при себе я вижу записка красивая мелодия и правда не знаю почему но записки с именами жертв бестии вот то что нам нужно смотри карточки с фамилиями не палец граф крис пи граф дюлак мильтон до пират пират уже всем мир прав до лакруа так это жертвы даттлафа только это не его почерк все они написаны одними чернилами видишь цвет здесь краситель киноварь редкий минерал встречается только в назаиле но это немногое нам дает привести чернила мог кто угодно верно возможно стоит это запомнить смотри тут пятно от вина ничего необычного особенно в баклере может быть но пожалуй это тоже стоит запомнить это по-прежнему ничего не дает надо еще осмотреться значит за дело так экспы дает но как и всегда при прохождении основного квеста просто море недавно было в лап уже он 40 процентов новой полоски 35 портрет женщины какой-то смазанный это его девушка не знаю кого-то она мне напоминает кого не знаю но у меня впечатление будто я ее раньше встречал без спойлеров эту игрушку недавно чинили он что-то еще квестовой кукол не по себе подозрительное письмо деклаф вандер эритайн ты не знаешь нас но мы знаем тебя мы знаем что ты вампир нам известно твои слабости к женщине по имени реновет мы заточим ее в подземелье кишащим крысами мы сдерем с нее кожу или ты можешь ее спасти для этого отправляйся в баклер и определенным образом убей пять человек на каждое убийство у тебя есть три дня если не успеешь вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной видишь это лучшее доказательство того что деклаф убивает не по собственной воле тут его шантажирует есть мысли кто это может быть у деклафа есть враги у деклафа бывают враги но они долго не живут может кто-то сумел сбежать возможно но я ни о ком таком не знаю если такой существует он чрезвычайно опасен впрочем сам знаешь ты же сражался в деклафа думаю это кто-то новый кто такая реновет его давняя любовь единственная людская женщина с которой он был близок она приняла его и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливым для нас это она начала дело которое я стараюсь продолжать ты встречался с ней к сожалению не имел чести она ушла от него до того как деклаф меня спас хотя он всегда утверждал что она пропала ворон красавец смотрите как сидит гадит не видимо периодически на портрет как я понимаю ты в это не веришь я разбираюсь в людях несколько лучше умею распознавать цинизм и фальшь я знаю что она забрала свои вещи это потёк или же пропавшие без вести этого как правило не делают предупреждая твой вопрос скажу так я не знаю почему они расстались могу только допустить что однажды деклаф впал в безумие она увидела его другое обличие уверяю тебя любой бы ужаснулся хотя не каждый сумел бы убежать деклаф не может примириться с тем что она его бросила думаешь это невозможно разве ты не знаешь людей которые не сумели с этим справиться а деклаф гораздо эмоциональнее людей она была для него не просто любовью любовницы она стала членом его стаи а стая по собственной воле не покидают если она была для него так важно почему он не искал ее у вас вампиров есть свои способы думаю для него это сущий пустяк геральт как ты верно заметил мы вампирами чудотворцы он искал ее ясное дело много месяцев искал но в конце концов сдался а вот реновет скорее всего узнала его достаточно хорошо чтобы завести следы даже если тогда она в этот него ушла то в этот раз и и правда кто-то похитил трудно с этим не согласиться еще труднее предвидеть на что он пойдет чтобы ее вернуть убивать он определенно готов ради йеннифер ты бы сделал то же самое он убивает потому что она для него важна а это кровь эти люди не имеют для него значения кажется понимаю он спасает девушку из своей стаи подведем итог что у нас есть кто-то шантажирует дед лафа и присылает ему листки с именами очередных жертв имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами не его рукой немного достаточно чтобы признать дед лафа невиновным ладно да похоже он стал орудием в руках какого-то безумца который велит ему убивать это правда и это дает нам новую возможность если мы найдем реновет любой шантаж потеряет смысл отлично снимем дед лафа с этого крючка вся эта идея может стоит попробовать что с дед лафом я буду искать его девушку он убьет очередную жертву не убьет я сумею его удержать и объясню что ты друг и помогаешь нам я подожду здесь должен же он появиться и он послушает да может мне подождать с тобой нет он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить поверь мне лучше я останусь тут один ладно а я тем временем поговорю с книги таком случае мы будем ждать тебя здесь оба так хорошо пока не забыл у меня в инвентаре есть довольно большое количество всякого холама воду по бестии выполнен который 800 опыта еще да вы издеваетесь вино это святое новое задание чая тихо 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 ребята так хорошо давай через митин какие-то там ские ворота скинул там оружие броню и прочую фигню и потом уже с чистой совестью и налегке пойду пойду на задание всем чатике привет 10 часть ведьмака вон там на площади прикольный квест тут много прикольных квестов я к сожалению не все смогу пройти поэтому пока что иду по основному клиент вернувшийся клиент довольны здесь нужно взять редких тем посмотрим что у только надо вспомнить что мне нужно так точно нужно аренарием она стоит копьем это все я знаю так что мне нужно отвары я хотел из ехидны не могу сделать скорее всего речь об эликсирах плод болисы белую чайку и квибрит еще бер 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 берка есть красненькая такая и вот такая бер берка вот она и вот он отлично так для белой чайки мне нужен до наливочком это в другом месте надо приобрести будет потом и касатку обычную в принципе можно сделать но и пользуюсь крайне редко и ингредиенты только потрачу можно эфиры всякие а что по пурге о улучшенное зелье p3 вот это можно сделать все есть а я его довольно часто а усиливать знаком что несу это не рафара лукумыча а дуванчик пригодится дуванчик и черемица вот это вот штука тоже пригодится так как видит дуванчик как и дуванчик очевидно вот он не распустившийся так 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 а дальше все производные купоросы квибриты киновари все это можно крафтить самостоятельно были бы был бы была бы белая чайка переступень еще можно взять семена семена с пары не как какие-то с пары не так закупил это стоит копье на самом деле тогда лучше сходить по пути сейчас еще к за за наливкой она тут совсем рядышком насколько я помню но сначала к бронесу ли баклера и светлый заизволили нанять ведьмака для расследования убить так это мы скидываем и чиним все дали мне свои дела можно разобрать старый меч и достать оттуда давай начнем с продажи этот сет я не буду использовать точно ладно давайте на действительно я сначала надену его вы покажусь пацаны на пути вдруг кто-то ведьмака будет играть и все равно вы этот сет найдете сразу по мне не сложно дешево надежно вот такой войти сегодня то черный вис покупайте сегодня то что хотели бы не откладывайте на завтра то что хотели сделать сегодня привет у него довольно много бабла должны смотри свои 5 как правило 20 это все мои деньги продаем копье 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 от мечей надо избавляться ой хороший меч тут крит 95 а почему я его ношу с собой вот этот я продам ну косарик не лишний я с ним бегать не буду без крита меч ирис ладно оставлю ирис так давай-ка мы починим все стоит копейки и наверное я уберу улучшение из этого меча точнее разберу его с концами да змеевский но мог я могу его скрафтить так можно разобрать или продать ерунду золото то у меня есть это не столь критичным на самом деле потому что она продам а только чтобы зеленое золото это мы говорили что можно продавать только не то что разбирается не зеленое золото вот это вот разбираем все остальное можно продавать сложно тут для меня все так хорошо сбагрили очень большое количество мусором ну немножко под разгрузились единственное я бы им скинул я бы скинул еще не никак не продать что вы со мной делаете оставить этот меч отравление неплохо 95 крит очень хорошо сейчас посмотрим на него ремесло пока тоже оставляем да да ладно вроде как ок бывай удачи на пути тахраэля кажется они были на разный левел то есть один нашел позже а это он и есть ладно тогда мы этот этот же под другую руку просто вот ты не очень давайте это стопе а где мои рунные камни пацаны я же вытаскивал камни мне должно было быть плюс три камня куда они делись капец такой фейл привет не буду я у тебя их покупать покажи мне свои товары сверху говорят сейчас посмотрим вон а вон они оу а это горение вообще так продаем вот этот никчемный а сколько он стоит кстати там косарик хоть есть 720 ладно 10к у него выменили на 6,5 и так сойдет бывай бывай удачи на пути удачи на пути и теперь осталось зайти к товарищу который который у нас продает короче харчму вот в эту и может быть даже зайду во вторую потому что мне этой вишневой наливки оу полегче мне ее не хватает этой вишневой наливки пристрастился и теперь жить без нее не могу там прямо квест по курсу ой как бы а в голове-то у меня еще ты еще куда ну да помогите Мишу искать им эти камни в инвентаре ведьма а мне не сюда мне на чекполь он туда пошел почему-то я Хайди Хоу вспомнил когда перешел на на ультразвук так не пытайтесь вдуматься в то что происходит я сам не понимаю у меня три дублета ни в одном не пойду а у этого закрыто это какого хрена я тут уже или он наверху а он у меня там хитрый вход сюда туда на второй этаж я тут не был больше недели поэтому разомните тебе здесь нравится кажется отсюда можно зайти нет это чужой дом да что ж ты делать-то будешь я сначала ко второму корчмарю зайду а внизу оно не наверху стоп а вот в этой лавочке-то я был тут можно же вообще все купить парфюмер снова здравствуйте мастер здравствуйте мастер покажи что есть я забыл кажется у него там уже скрафченные всякие вот эти вот штуки рецептов что-то много шанс вызвать да-да-да у него как раз вот киноварь правда дешевенькая все мне проще это купить давайте сейчас накрафтим краснолюцкий конечно я возьму вот эту вот настойку так чтобы потом еще не могу никак себя сдерживать так теперь запоминаем цвета что нам нужно для крафта для крафта для крафта здесь вообще лесом все да да тут желудки нужны уже желудки очень нужны глаз эрнии так переходим к самому интересному а именно что вот мне прям нужно отличная пургам не нужно обычной пурги нет улучшенная пурга нужно сердце голема лесом идет а тут нет тем которые мне прям очень нужны и зачем ты сюда пришел ну как не пургу тогда сделаем ну я бы с радостью мне сердце голема нет сделаем косаточку на низкой активности мы можем ее просто это раз а у меня улучшенной косатки нет клевая покрафтил да и волга наверно следующим на его лгу нам нужно отличная улучшенную необычная его гт есть это обычные волги хорошо пошло ладно не тупим едем дальше мне пора еще увидимся так я мог на самом деле проверить у него рецепт здравствуйте мастер я у него проверял но вдруг покажи ко мне свои запасы неадекватный ведьмак думает продавить то же самое говорил так хорошо что малые рунны это все не повысит мне вот вот эти вот а это бомбы обеду картечь вскоре мин поддержал ваш канал на сумму 300 рублей михаил привет тебя там фаерлорд прям ждет не дождется когда фашечка то фашечка то может быть кстати сегодня чутка сыграем потому что сегодня выспался хорошо и после ведьмака можно будет копнуть но не обещаю знаю как вы любите блин заморозка за два косаря но вы издеваетесь 1 я куплю алхимические чтобы не париться по поводу их крафта стоят они сравнительным недорогом а я буду просто все гулять как говорится так нет так гулять да 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 пара мне пара еще увидимся да 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 и реми рене мус именно именно для этого я говорю что что не обещаю но возможно будет итак мне бы главный рынок и княгине она кстати совсем недалеко мне ближе пешкаросом до чапать книги это книги нехороша харизматичная симпатичная какая-то ооо да тут еще пейзажи такие архитектуры еще можете заценить картинку на премии бесплатно абсолютно 60 fps full hd потянет ли ваш интернет называется вот ну и подписаться если что потому что 60 рублей это круто отсутствие рекламы столько статусов бомба 2 премиальные пользователи в чатике подтвердят слышу а что там тянуть то он там нужно мегабит 810 именно вот connect от вас до сервака поэтому у некоторых не тянет это процентов 10 получается ага и стрим два раза в месяц ну да я пропадал неделю но вообще если вспомнить прошлый месяц позапрошлый месяц как бы единственное средство для спасения тусанта это возвращение к давним обычаям не совсем вернул честно тут у каждого второго только вино и барышни в голове не хочет петь честно тут у каждого второго только вино и барышни в голове так то так княгиня вон наверху мне бы забраться как то все не так просто о тяжко на службе с пустым брюхом тут играет а ну-ка спой приветствую честь имею диплом аксенфуртской академии в кармане а любой бродобрей больше зарабатывает столько фраз классно чувак с дипломом с дипломом зарабатывает меньше бродобрей прибыль геральт из ривии мастер ведьма здрасте а я не ошибся ты приехал и сразу начались неприятности отойди у меня дело княгине ну наконец-то ведьмак а то мы уже теряем разум ты настиг убийцу мильтона жестикуляция прикольная я нашел эту вашу баклерскую бестию но не смог ее убить мы посылаем тебя за чудовищем а ты возвращаешься ни с чем ты очень нас разочаровал все не так просто бестия могущественный вампир это проблема для ведьмака каждый знает что делать чтобы одолеть вампира вымани его на солнечное место или повесь на него чеснок и вбей в сердце осиновый кол с вампирами не сражаются чесноком солнце и коле тоже не причиняют им вреда такие методы помогают только в легендах ну бас а крушина бабушка адемарта учила нас что вампиров отгоняет крушина лучше всего серебряный меч но даже он только вспомогательное средство высшего вампира может убить только другой вампир отговорки ваша милость я сейчас же соберу людей и мы разом все закончим не от нее пусть только ведьмак скажет нам где чудовище заказы на убийство были нет бред какой-то там же убийство были преданных ей лыцарей смелей пошли их на верную смерть для одного ведьмака это может и смерть а для сорокалатников очередная битва 40 50 хотя бы 100 для него не будет никакой разницы ты не видел моих гвардейцев деле они умеют сражаться с туманом поразят цель летящий быстрее ветра как что за существо способно на такое такие как он зовутся высшими вампирами каждый из них в чем-то особенный можно даже сказать исключительный некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей другие повелевают животными это всего лишь безмозглые бестии ты ошибаешься низшими вампирами такими как альп или и кима управляет инстинкт они бросаются на все в чем почувствуют кровь а высшие вампиры руководствуются разумом чудовище которые руководствуются разумом интересно и что ты с ним намерен делать это не просто чудовище это могущественное существо которое живет на этом свете сотни лет невозможно если они такие могущественные от чего они нас не завоевали они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне люди их мало интересуют они не боятся что в один прекрасный день мы вырежем их под корень такое намерение они сочли бы скорее забавным они вполне осознают свои силы ну и что же мы можем сделать у тебя есть план да лучший способ поговорить с ним я больше не могу ее сиятельство призывает ведьмака чтобы он убил чудовище а тот собрался с ним разговаривать я знаю что делаю его возлюбленную похитили его шантажируют шантажируют будь любезен объясни нам как можно шантажировать вампира у высших вампиров есть нечто общее с людьми ими управляют не инстинкты а эмоции эти создания не только очень умны они проявляют эмоциональную вовлеченность даже любят этот влюбился в обычную женщину и сделает все чтобы ей не причинили вреда ты хочешь отпустить убийцу мильтона с миром или снова ждать пока он кого-нибудь убьет надо его как можно скорее обезвредить это моя главная цель предотвратить новые нападения вампир только часть проблемы шантажист виноват не меньше его это он похитил девушку и отдает приказы вампиру и что ты предлагаешь делать найти шантажист и освободить возлюбленную вампира тебя наняли покончить с ним а не помогать ему главное чтобы никто больше не умер если девушка будет в безопасности ему не придется убивать если подумать может быть ты и прав ты знаешь что нибудь об этом шантажисте единственный след несколько листков на них шантажист писал для вампира имена следующих жертв на одном осталась капля вина это никудышная улика ты даже не подозреваешь как сильно ты ошибаешься послать за княжеским сомелье ну же вино в тусенте это святыня тут не бывает просто винных пятен кровь и вино есть пятна от эстеста пятна от эрвелюса пятна от фиорано ваше милость вызывали ведьмак покажи ему листки такой у него голос приказной бенуа распознаешь от какого вина это пятна так так скорее всего западный берег санстритура дозревала в бочке из баклерского дуба цвет бургундский чистый все просто это сангриаль 1269 года да ты день и ночь пьешь это это совершенно невозможно это вино производит винодельня кастель ровелло исключительно для княжеского стола может сангриаль украли блин какая классная и графика и анимация и все проверить прям ах вот этот солнечный свет она проходит вперед меняется освещение жестикуляция а вообще классно сангриаль не слышал о таком и не пил скорее всего как я сказала оно предназначено исключительно для княжеской семьи но как то оно оказалось на этих листках разве что сомелье вашей милости ошибся в вопросах вина бенуа ошибиться не может если он говорит что это сангриаль это сангриаль мы должны поехать в кастель ровелло и узнать что случилось light of hope подписался на прем и говорит прем хорош ваша милость желает ехать со мной это исключено но ты же не думаешь что мы будем сидеть здесь сложа руки тогда наше княжество в опасности ваша милость это слишком опасно блин усачь пусть ведьмак едет один рада что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то мутный тип но я уже все решила мы поедем и нас будет сопровождать лучший эскорт ты и геральт мы отправим семь когнито мы не желаем чтобы двор распускал сплетни на эту тему на время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета говоря кратко с этой минуты мы на ты на эй ты так точно ваше милость что какая милость ведьмак ты готов все можно ее унижать теперь поехали да готов фух подождите меня минутку я только надену что-нибудь более подходящее и мы сразу отправимся воспользуйся случаем отбей княгиню высочаю да она не сусачом он как бы там выслуживается она а этот вампир ты когда-нибудь уже встречался с такими да и как все закончилось ты победил я с ним не дрался он никого не убил а ты слышал чтобы кто-нибудь победил такого вампира одному человеку удалось его победить но не убить убить вампира может только другой вампир блин я не плотву хотел зачармить а княгиню даже так можно с княгиней замутить воу ребятушки теперь помедли не ну нам пантеры напали на карету нужно помочь этим людям вам ваша милость держитесь сзади мы займемся на помощь помогите я помогу этим мирным эй тревога лошади а ну-ка стопы закидываемся можно было конечно против животных но это в конце концов всего лишь пантеры воу а ну-ка иди-ка сюда на помощь помогите блин они какие-то дикие я помогу тебе нет иди бестия о заморожено блин она все равно попала изи готово можно двигаться можно полутать я считаю если бы не бы нас бы уже не было спасибо вы спасли нам жизнь блин ура ура плотва давай шевелись может заточить что-нибудь у меня с интоксикацией проблемы я бы да выпил бы венца съел бы что лучше с венцом сливы бутер с курятиной ммм и поехали о во 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 княгиня расскажи мне побольше об этой винодели поехали дальше она лучшая во всем тассенте ею управляет старый мастер винодел фабрицио ты ему доверяешь он занимает эту должность многие годы до сих пор с ним не было никаких хлопот лево право как ты думаешь откуда пятно сангриаля на этой записке кто-то с винодельни шантажирует вампира возможно это кто-то из слуг все отпустил или управляющий или вино просто украли выясним все на месте уже недалеко здрасте тяжко на службе с пустым брюхом внеплановая проверка приехала капитан де латур мы не ждали никого из столицы как там дела при дворе сейчас покажем ты же слышал о бестии из баклера не палится так что у нас полно работы справа ходит такая особенно учитывая что в последний раз она напала во дворцовых садах ну я надеюсь с ее сиятельством ничего не случилось как мило что ты спрашиваешь мастер фабрицио ваша милость нас не предупредили я сейчас же велю приготовить гостевой зал дороги не отремонтированы это не обязательно как видишь мы прибыли не с официальным визитом разумеется могу ли я спросить что в таком случае привело вас в костель Равелла мы приехали с проверкой мы приехали с проверкой отвечай на наши вопросы милостивый государ кто ты такой чтобы говорить со мной подобным тоном что это геральт из ривии ведьмак который приехал в тусэнд по моему личному приглашению а это значит это значит что мы желаем чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением ну бас разумеется ваша милость слышал ведьмак фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы мы хотим поговорить о сангриале к вашим услугам так сейчас я хромакей проверю солнце село я темный надо будет это исправить не переживайте это быстро уже лучше ну так ну ладно и так сойдет кто кто имеет доступ к вину много людей на винодельне имеет доступ к сангриалю можно сказать только я привет кочевики но ведь сам ты вина не делаешь здесь работает человек двадцать не меньше видно не знаешь как рождается вино виноград проходит долгий путь прежде чем стать сангриалем расскажи мне помощники работают с вином только до ферментации мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю мне так же помогают при переливании вина в бочки но те в которых созревает сангриаль я запечатываю лично каждую затем вино должно отлежать свое в погребе получить букет и только тогда оно станет сангриалем ключ же от погреба есть только у меня ты палишься мужик кто отвозит бочки с вином во дворец у нас собственный гарнизон солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой стоп угол рябит я вижу массовые сообщения три сообщения можно считать массовыми и надо попробовать эту тему подправить начал я рябить все равно рябит а я блин василий у нас гости были я не включил лампу без лампы дальний угол освещается слабо и как следствие фон не такой ровный поэтому сейчас должно быть лучше да 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 михаил правильно все визу с расспросами мы далеко не продвинемся мы только теряем время опачка ваше милость как прикажете это понимать мастер фабрициум у нас есть доказательства что кто-то чужой раздобыл сангриаль а это означает что есть две возможности или ты лжешь мне здесь прямо в глаза или ты идиот и у тебя украли вино а ты даже не понял в обоих случаях ты ответишь за это но молчи и слушай я лично осмотрю бочки а у тебя будет время подумать когда я вернусь я буду ждать ответа напомни мне где хранится сангриаль в главном погребе тут сразу же за углом я сейчас покажу я найду а ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь разумеется ваша милость вот он пойдем ведьмак расстроили мужика мы тут немного подождем мастер фабрициум а что если сам фабрициум шантажирует вампира об этом ты не думала у него есть свои недостатки но он бы никогда не отважился на подобное он очень верен и обязан мне всем что у него есть его отец прогулял родовое имение единственное что он оставил сыну это свои исключительные знания о вине секундочку ооо желаете травах зверобоя от боли в животе или от боли в животе я бы взял кору ивы или корень ириса зверобой вызывает головокружение ну извините по виду никогда б вас за травника не приняла внешность обманчива в любом случае мне нужны не обычные растения а редкие ингредиенты сможешь мне помочь или мне еще кого поискать смотри сам я не хотел тебя обидеть конечно ладно покажешь что у тебя есть что у нее есть рецепты которые мы уже читали ингредиенты которые вроде как я ну вот можно опять оринарию закупить ум 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 вроде все остальное есть и так в городе поэтому гвинт же какой гвинт я не умею играть так что-то разленился даже комплимент не стал делать ммм о пух пух привет надо посмотреть что написал пух Микер, привет Блин, пух даже не премиальный, а? Нифига себе Я его в бане парил, он на премиум не подписался, представляете? Эх И на остальное все у меня есть Пока Мне пора, еще увидимся Как они приятно пахнут Ладно, давайте комплимент девочке сделаем Смотрите, смотрите, знаток Траф Не хотел тебя обидеть Не хотел обижать Это не тебе пух Я и не обижаюсь Это мне надо извиняться, что судила по внешности А скажите, откуда у вас такие познания? От какого-нибудь соседского травника? Плохо парил, нехорошо Нет, из далеких краев Из Каэр Морхена Это северный Каэдвен Боги, это ж на другом краю света Что же вас в Тусэнд занесло? То же, что и всегда Я убиваю чудовищ Ладно Мне пора, еще увидимся У нас там квест вроде ждет Как же долго отвары приятно действуют Так, стоп Сюда и сюда Она открыта Дорогая Странная какая Так, с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек Дэвидс Вот инвентарная книга Не обращай внимания Я знаю, что это невозможно Если ты это уже заметил Но уже ничего не сделается Ага, дневник винификации Ферментация завершена без проблем Выпадение осадка Есть! Розлив в бочке Вроде все сходится Документация велась очень старательно Зайдем из другого конца Вино Говорил, что это пятнышко От вина 1269 года Найдем его Какая она умная и решительная Эрвилюс Мне нравится Отличное сухое Прекрасное вино У тебя хороший вкус Ой, извините Не там Сангриаль Год 1270 Не тот год Ищем дальше О, че там Здесь хранится помина Деревянный молоток Yes Тут все отмечено А-а-а Фьера Ано Лютик от него без ума Да У него очень изысканный вкус Эстекс Пожалуй, все слышали об этом вине Это лучшее вино в мире Кастель Равелло им славится Стопэ Надо наверх все-таки забраться Там Там еще Наверх, только пройти В противоположную часть Вот сюда вот пройти И вот где-то здесь Похоже на там Сангриаль 68 Сангриаль Это бочки 1268 63 Да? Почти Но год не совсем тот Это я чекал 69 Вот он 1200 Право написано На всякий случай Это сейчас выглянул Проверим, нет ли пустых бочек Ты хочешь Жиганый? Привет Достаточно Да-та немножко Припозднился Если какая-нибудь Издаст глухой звук Все и так Станет ясно так постучать бочки проверить полные ли они вот этот скорее всего будет пустой полная а нет и это полная сша по соседней не судьба постучать полная да ладно я начал не с того конца и думал опять это полная ну неужели полная что похоже что все бочки полные это нас ни к чему не приведет если так вопрос ангри или в них берешь пульт молоток будем открывать и пробовать у меня все это есть можем начинать я уже все забрал я всякую дрянь собирают привычка осталось еще так но если начинать по логике то я пришел тип вот это вот готова отойди а можно мне попробовать хотя нет пей лучше ты и как характерные пряные нотки это сангриаль а ну-ка давай под конец дегустации она уже так немножко расслабиться повеселеет тут и свечи уже есть рядышком ходить далеко не надо может испортилась в процессе созревания невозможно импособов это не вино это какие-то помои они не должны были попасть в бочку наверняка это произошло не случайно посмотрим что фабрицио скажет по этому поводу фабрицио попал просто попал мастер фабрицио я очень в тебе разочарована но ведь ваша милость я ты в шаге от эшафота говори правду и возможно сохранить жизнь признаюсь я продал бочку сангриаля умоляю простите расстрелять зачем ты это сделал не устоял так много предлагали я дал себя уговорить ты мало получаешь от меня я хотел выкупить родовое имение тут моего ничего нет у меня есть крыша над головой есть пропитание ну что же за дворяним без собственной земли я все скажу только помилосердствуйте кому-то продал вино несколько недель назад фазанерии ко мне прицепился богатый дворянин он рассказывал что служит дипломатом что у него связи при дворе предложил провернуть дело несколько его клиентов обещали за облачные суммы даже за капельку сангриаля он был посредником как он представился имени он не называл высокий черноволосый говорил с акцентом утверждал что родом из центры при дворе нет центрейских дворян ну расскажи как ты передавал вино мы встретились под покровом ночи голос на руинах крепости астре с ним пришло человек 20 все вооруженные 1 среду серьезно не было привет с возвращением я им привез одну бочку они переложили ее на свою телегу и мы разошлись в разные стороны и все больше ты их не видел они несколько дней назад они прислали вестника сказали нужна еще бочка вина и я уже ее приготовил собирался отправить и наф этого хватит я уже знаю все что нужно привет сани кгн ваша милость я молю вас о прощении прочь с глаз моих капитан пусть твои люди сопроводят фабрицио в подземелье он должен ответить за государственную измену хотел домик деревне и родовой что теперь ведьма свои 9 квадратных метров ловушку ему строим этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом я поеду со следующей бочкой адамин солдатами будут меня прикрывать согласен с тобой так и сделаем дай знать когда будешь готов я готов метру к очков навыков кинуть и все ждать не стоит начнем мы поедем пораньше займем позиции а ты с повозкой присоединишься к нам позднее хорошо когда начнется обмен ждите моего сигнала а это мы типа вино подвозим до такой мост стремный копытом можно с легкостью провалиться тихо подождем фибоначо говорит 9 там если 2 на 3 это повезет а сколько будет 2 на 3 это уже 6 квадратов до получается ведь и недавно взял ну он же белгород тоже приехал за что мы ему очень благодарны и ну может быть да там у него там поменьше квадратов но в 2 на 3 от 3 на 3 и так уж сильные отличается математика ладно не будем не будем не будем о а ты кто такой черные волосы это не он опа суровый мужик с усами оп-хоп да я бы один справился эликсиры на меня еще действует о там такой замес видели стенка на стенку и от повешенного раз просто зарубом как гнусный жопит ну там была красная бочка блин 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 и ст тихо тихо ребята ну давайте мне кинуть о пошла жара в этом с интоксикации проблемы поэтому я лучше ну пробей ты его уже а именга поддержали надо на сумму сто рублей соточки игры и и и и и и блин там арбалетчик стреляет мне бесит лучшим точнее давился мерзавец возможно надо было интоксикацию сбагривать чтобы шла вниз эти уточки следующий очко и закину туда 1 2 3 терочке должен был ждать моего знака таков был план но прекрасный выстрел хорошо что ты среагировал всякое могло быть к твоим услугам хороший был бой мы схватили одного мерзавца главного радиус поговорим с ним ломок вот еще что я ошибался насчет тебя а я насчет тебя нет нам не обязательно быть друзьями главное делать нашу работу но если так к этому относиться во всяком случае я вижу что ты хочешь помочь и ценю это муси пусть пойдем к ее милости она ждет неподалеку почему я не удивлен что она решила наблюдать за всем лично хозяйский глаз коня кормит ведьмак вижу и ты начинаешь это понимать приведите этого вашего пленного надо задать ему несколько вопросов капитан окажите честь кто вас послал зовут его пёс и говорят что он твою мать ебал еще раз кто вас послал твоей баба любовь зовут подожди не хочет пусть не говорит он поможет нам иначе ведьмаку наверняка нужна приманка для бестия из баклера это как же это думаете это дотер разумеется он мне пригодится в таком случае он твой капитан пусть твои люди найдут крепкую веревку чтоб не порвалась когда мы подвесим его на дереве веревку отличная выйдет приманка для чудовищ если они почувствуют запах крови класс об этом я позабочусь что нет сука нет остановите его не дергайся береги силы тебе предстоит долгая ночь остановите его я все скажу куда вы должны были отвезти эти бочки не знаю капитан нам все-таки понадобится веревка правда не знаю это хорниц главный только он и знал куда нам ехать а теперь он мертвый лежит вот он первую бочку мы отвезли на портовый склад а куда везти эту я не знаю правда умоляю вас поверьте мне кто тебя нанял он меня убьет я тебя должен больше беспокоить что за он но быстро говори зовут центриец я его никогда не видел но знаю что это он нанимал людей для дела так и говорили мол мы работаем на центрица больше не знаю клянусь возьмите его и заприте в подземелье пускай ждет сюда капитан едем в город собери людей поищи этого центрица наверняка его еще кто-то видел так точно ваша милость как только я что-нибудь узнаю я явлюсь во дворец я не возвращаюсь во дворец наша с ведьмаком миссии еще не окончили мы будем ждать тебя на посту возле порта знаю одно место в порту поехали отправляемся в город а я не полутал блин 1200 опыта опаздывает спокойно он придет ладно не в деньгах счастья а мне вот что интересно ведьмак как ты можешь быть так не человечески спокойно что это побочный эффект мутации ведьмаки редко нервничают а вдруг с ним что-то случилось думаю капитан сумеет о себе позаботиться может и сумеет только этот центриец непростой головорез ему удалось выкрасть княжеское вино из под носа у моих гвардейцев если бы не случайность мы бы никогда об этом не узнали и это он назначал жертв вампиру нужна отчаянная самоуверенность чтобы шантажировать такое чудовище прости я тебя не слушал что там все-таки он споткнулся я этим воспользуюсь каждый когда-нибудь ошибается ошибка центрица была в том что он украл сангриа если бы мы не нашли это винное пятнышко тогда он довел бы свой план до конца хотя я не уверен что за похищением и шантажом стоит именно он неважно центриц приказал совершить эти убийства или нет мы должны его найти даже если это не его рук дело он может знать имя шантажиста кроме того есть еще один вопрос столь же важный как и то кто заказал убийство зачем кто-то идет что так долго ты должен был вернуться несколько часов назад центриц работает не один мы боремся не с ним а а с целой бандой он подослал к нам своих головорезов у одного гвардейца сломана рука у другого раздроблено колено он останется хромым а за твою голову ведьмак он кажется назначил немалую награду лучше давай перейдем к делу удалось что-нибудь узнать расскажу все с самого начала мы проверили кто снял портовый склад куда раньше свозили вино нанимателем нищий подставное лицо мы нашли его и расспросили того кто заплатил за аренду складом встретил когда просил милостыню у фазанерии там нам помог случай официантка вспомнила что провела вино на дворянина который говорил с центрийским акцентом и как он выглядел описание не слишком приметные красивый мужчина с бородой это мог быть кто угодно но она вспомнила кем была его спутник это наш клиент центриц встречался сисилии белланты с певицы я слышала это говорят она очень талантлива с ней самой мы сейчас же отправились к ней домой все силе не было но мы допросили ее прислугу горничная сказала что сисилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином она пригласила его на прием в мандрагоре если мы хотим его поймать придется попасть на прием опять переодеваться ведьмак ты читаешь мои мысли я соберу людей отцепим место встречи мышь не проскочит исключено если у центрица есть люди по всему городу он может узнать о засаде и снова улезнет от нас верно надо действовать осторожно лучше будет смешаться с толпой мы так и сделаем мы ваша милость опять я и геральт я пойду с ведьмаком ему пригодится моя помощь конечно где состоится прием встречи мандрагоры проходит в одном и том же месте в резиденции в верхнем городе это очень великарный район геральт на день что-нибудь соответствующее встречаемся в верхнем городе в переулке рыцарей наживы ну ок чё пойдем что-то что это я сделал а я сошелся надо будет эффектно на всякий случай так я хотел посмотреть вообще по по моей любимой алхимии им снижение токсичности каждую вот вот это вот быстро метаболизм можно взять но только место вместо вместо во первых можно было не качать вот эти вот не отогасил атаки правда провалит или уже решительность докачать просто я выпив такое количество эликсиров мне как раз нужен нужно чтобы быстро быстро спадала токсичность вот но мне сейчас некуда просто ставить она может вместо например ужас это сделать а если мне мед не я и начну перекачиваться это вообще ладно давай возьмем так поставим так и следующие докачают четыре очка сюда чтобы прям вот все блок чтобы каждый там четыре секунды смог восстанавливать здоровье там пить эликсир какой-нибудь проходной вот же наглый сволочи на центре яйца но мы его достать нехило там реликтовые болты какие-то две три банки они четыре так ты их не надо будет я думаю 4 банк и сам еще и бонус по бонус я получаю понимаешь по урону постоянно чем больше эликсиров выпить тем у меня будет стабильнее этот переоденься культурный надеть костюм который она генри это сочтет подходящим слушайте у нас гипотетически можно с анечкой замутить приличный костюм приличный костюм опционально ладно давайте пойдем при оденемся что ли я правильно направление до быстрого перехода и нет говорят ой да кажется обо мне говорят серьезно проблемы хорош работаем тебя конец убийца это мне-то конец ай сейчас мы тебя научим порядка не робей мужики как много алкогеста тут у ребятушки знал бы я конечно начал тут резать пара скандала как записка заказ на ведьмака похож клавишевые то выключается или квест соответственно да я понимаю но просто я не знаю куда мне переодеваться или нет есть версия что в одних трусах она генри это сочтет тебя подходящим ладно попробуем все таки не сдаваться не сдаваться и и подкатить как надо одень черную маску переоденься не будь быдлом ночь любовь и вино терпению не очень так мне кажется службе с пустым брюхом извините вы ночью работаете сидит ждет меня пьер тысячи чертей что за стиль сразу видно северя зима близко простите ну что тут прощать переодеться вам следует и побыстрее белый спортивный кашу залу ну проходите проходим хорошо 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 ну ладно покажи что у тебя есть о с превеликим удовольствием не здесь же а ну ладно значит у него сколько 300 беру самую дорогую одежку одежку самые понтовые сапоги великолепные штаны брендовые беру еще маска орликина маска птицы маска волка что те могу сбагрить ну что-нибудь чайник хочешь не хочет нахрен стопа предмет необходимость для задания это мой а ну-ка стоп 8 к и печени спасибо продавка каждую это все к вашим услугам так ну пора приодеться сьют как говорится об а перчатки за бафом говорит сходи шикуем а там были вообще перчатки не будут перчаток а синий восклицательные задания чем сердец пока что это все к вашим услугам ну вроде бы все выпусти меня слышишь ребята замуровали по записка что за записка может квестовая какая это ремесло что за записка вообще сапоги нити да ладно не может такого быть как нити а сапоги из другого сета то есть нужно подходящий костюм а северный нифига себе на а а так все мы к вашим услугам тяжело этих модников вообще ну а так норм и я дворянин все ничего не знаю разорение да этот встретил пару разбойников разжился чутка тут недалеко же бежать близко красивая мелодия подозритель на ходит а у него там горит очаг но дверь по-прежнему возвращается не пропустите заходим сюда не похоже подворотню до сюда так пришли на вечеринку хорошо опаздывает почему меня это не удивляет бафа забыл говорит мимо как раз пробегал мог баф почесать фонарики плетель но романтика жеребята может быть все таки обычно вот всегда есть такая характерная у нас женская линия да но если графиня но и но не думала что у тебя такое чувство стиля ну геральт ты правда неплохо выглядишь даже маска есть только не такая как надо не даст у членов мандрагоры они немного другие я захватила для тебя маску такого продажи не было ничего так давайте поговорим побольше зачем же они носит носит маски зачем они носят эти маски наверное думает что это романтично и таинственно и потом под маской труднее узнать кто напившись начал пощипывать молодых артистов а пойдем внутрь пойдем уже все началось ты молодец что убрал оружие дерг иначе нас бы даже на порог реально мне оружие нет пощипывать молодых артисток есть мысли как искать этого центрица главное его не спугнуть лучше спрашивать про его партнершу сесилию это не вызовет подозрения найдем ее найдем его при том что он может нас поджидать о чем ты в городе я наткнулся на его головорезов они охотились на меня ты ты прав мы должны быть осторожны пойдем наша очередь не на лице написано что я нарек милостивые государы не милостивый государь приветствую вас на приеме мандрагоры сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище подготовленной артистами из нашего общества да за мазанчик я думаю что именно так госизмена этот вопрос ей понравится или нет исключительно а что за зрелища расскажите нам об этих зрелищах в этот вечер мандрагора имеет честь представить три великолепных выступления первым был концерт сисилии биланте певицы чей голос завораживает как грани бриллианта к сожалению ее выступление уже закончилась жаль мы очень хотели послушать к счастью вы успели на показ великого колести мастера визуальной иллюзии он прибыл к нам из самого далекого афира визуальные люди интересно а кто третий артист третий четвертый поскольку их двое речь о братьях тувинах они представят свою новейшую пантомиму нам бы очень хотелось встретить сисилию биланте вы ее поклонники уверен вам представиться сегодня не одна возможность с ней поговорить в этой толпе будет непросто ее найти может подскажете где ее искать я не знаю где она сейчас но дам вам совет мы слушаем ищите коверскую орхидею то есть у сисилии она вплетена волосы по этой орхидеи вы узнаете ее без труда ну и ну а лютик говорит что художники еле сводят концы с концами этот особняк не принадлежит никому из них они здесь гости хозяйка особняка ариана женщина в черном платье вон на балконе вижу она без маски это не имело бы смысла все равно все бы ее узнали надо искать орхидею найдем сисилию также найдем и центр этих углов такой кадр он там ходит так отсюда не так смешно выглядит так ну пойдем те обыскать ложе найти женщину с коверской орхидеи с коверской орхидеи в волосах сколько этих чтобы освободить тончайшую камню требуется велик давай герой покажи какой из тебя художник дамы и господа еще пойдем проверим ложек пара и прошу вероятней шайки дай нам неверное движение и все мои должных должен сосредоточиться так ребята мы можем нарисовать здесь что-нибудь желтый почему желтый потому что пека желтая блин тонче не сделать туда дальше не зайти как небо на тусан там перед будет это будет моя пекарь блин кто-то увидел губы их как раз рисовал вуаля теперь позвольте мне поразмыслить над интерпретацией по моему мнению эта картина отражает дуализм души постоянную борьбу добра со злом и бунт в бунт надеюсь этот вечер закончится более пристойно чем последний в них вообще весело о картины фрагмент театрального сценария влюбленный ведьмак франсуа де валер густой лес окутан мраком ночи над деревьями деревьями видна полная луна важно в стенах сценографии необходимо полнолуния в далеке слышен слышен вой волка ведьмак ступает через темный лес ноги ставит внимательно в руке сжимает серебряный меч ведьмак зараза полная луна и я долго ждал этой ночи три недели в этой богами проклятой дыре чтобы выследить одного волкала на волкалака хорошо хоть дочь мельника скрасила мне ожидание а в общем в общем жалко будет уезжать зараза может взять ее с собой за спиной ведьмака слышен треск сломанной ветки ведьмак поворачивается в боевой стойке видит волкалака попался чудовище арррррн бешно рычит волкалак волкалак снимает маску пса ведьмак ведет что это дочь мельника он удивлен не знает что делать дочь мельника и что теперь убьёшь меня а может возьмешь с собой я заинтригован даешь следующую часть если тверденциозный все что угодно могли сказать ляля тополя обыскиваем обыскиваем осматриваемся фонарики куда так спеши и кажется их полет приносит счастье будьте здоровы что я не понимаю ну ладно попробуй а фонарики поджечь не думала что ты веришь в такие вещи блин это почти как на свадьбе только поскучнее пока что но вдруг удастся что-нибудь сам дальше мне кажется что правый манжет немного выше все хорошо не волнуйся меценат гуона извините посмотри на мага он кажется накладывает какие-то чары ойс чары говоришь ничоси заходим так тут вижу охранника отойдите пожалуйста мне очень жаль вход только для членов мандрагоры и гостей анюта никак тут поспособствовать не можешь видимо нет да можно кстати знаком реальный разбить мне кажется что правый манжет немного выше эти попробуем дать людям зрелище нельзя я хотел либо его зачармить либо сбить но ни то ни другое не вышло неплохо я уже в плюсе поговорить с девушкой то с какой прошу прощения с нашей имеется ввиду княгиней я уже потерял с которой пришел на все и нет она была выступать не сесилия а ты что ж скорее все мы заняты я просто послушать нужно было выступать вместо сесилия как ваше здоровье суды кроме того разве вы не слышали новости да все только об этом и говорят четыре полотна детувета за одну ночь кража века а теперь приходите ко мне вы и предлагаете одно из них если вы не заинтересованы кто то другой непременно ладно не упускать же такую возможность сколько вы хотите не спешите вы выразили согласие теперь я передам его моему клиенту мы дадим вам знать пожалуйста ждите вестей да бизнес продают краденое это тоже все закрыто свиной фарш я вот чем дальше тем больше есть хочу не знаю что сделать рыбка затариваемся гасим свет судя по всему надо подняться на уровень повыше потому что мне нужно куда-то вот-вот вот вот как ты понимаешь у меня очень много претендент милый меценат я докажу вам что в меня стоит вкладывать деньги и как ты собираешься это сделать интересно после приема я устрою для вас представление приватный показ ох моя дорогая я чувствую в тебе дар убеждения здрасте мы бы хотели остаться одни и поки мы заняты так о мы бы хотели остаться одни пойдемте нас проверим ложе ну пойдем пойдем приватный показ так нужно как-то забраться наверх у входа вроде как было что-то что-то подобное я тоже был покровитель художников так ладно погодите прошу вас не мешайте одно неверное движение сейчас отсюда лучше видно отсюда я туда не доберусь на второй этаж здесь тоже печок чтобы освободить тончайшие мужчины дурак хочет поинт все напиток художников все выпил я устойчив к таким вещам да 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 доктор дрэк сложно 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 меня посылают сюда возможно с этим товарищем нужно поговорить ретенциозный я говорил уже с ним все что угодно могли сказать ну судя по всему мне наверх нужно раз такой чекпоинт опачки а тут уже один все в тихом омуте черти водится следующее говорят следующее следующее пустаем а вы действительно знаете куда идти о я нашел так ищем лестницу подъем проход какой-то не волну не волну там 4 что где-то 3 проверен да сейчас ребята раз два а их подвес каждой стороны пойдем не ужасно скучно да ладно я все проверял метафора чего только не выдумали за этой степени и как ты понимаешь у меня утром им придется перерезать перёвку кончится вся неустанная бандара так где-то здесь я чувствую так так опа 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 ребята сейчас кажись будут сиськи ой извините извините не мешайте не мешайте цветок подходит разумеется подходит орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи у нас дело к вашей модели это займет всего минуту ко мне не двигайтесь можете разговаривать но прошу не двигайтесь ну и ну замечательный портрет узнаю эту манеру это же дариан велес милостивая государыня слышала обо мне я я я слышала что сама анна генриетта хотела пригласить вас написать ее портрет да в свое время ко мне обращался придворный коммергер но он отверг мои условия а что пошло не так узнав что я пишу исключительно обнаженную натуру он прервал все переговоры говорил не решится оскорбить ее сиятельство таким предложением а я всегда хотел ее написать так жаль думаю вам еще представится такая возможность мы пришли сюда чтобы встретиться с вами с со мной но зачем расскажите о центрийском дворянине с которым вы сюда пришли центрийском дворянине а вы думаете я сисилия меня должно быть сбила с толку орхидея я же говорил не двигайтесь после выступления сисилия бросила цветок в толпу и я его поймала но я видела этого дворянина нам очень нужно с ним поговорить как он выглядел как все высокий брюнет в маске вы знаете где он сейчас он вручил сисилии подарок такую коробочку в форме сердца и потом они пошли к столам с угощением милостивые господа так невозможно работать оставьте нас так используя ведьмачье чутье смотреть столы с угощением столы с угощением ведьмачье чутье любовное письмо любовное письмо любовное письмо на салфетке взгляни милая моя солнышко весной хе что за графомания любовь моя лучик солнца на небосводе моей жизни буду говорить прямо от всего сердца неделями шлю я по твоему адресу вкрачиваю взоры это я в глубине души надежду что равные ты питаешь ко мне хотя бы тень расположения я долго набирался смелости чтобы открыть тебе мои чувства и наверняка до этого до сих пор бы дело не дошло если бы ты только не появилась не сегодняшнем приеме в обществе этого дамского угодника гуляки и претенциозного рифмоплета который говорит я претенциозный да альфонсо дори резиде что же со мной происходит лишь только я увидел что этот хлыщ за тобой волочится как немедленно решил среагировать схватил я в руку лучшее свое оружие то есть перо и художественное ой у меня окей гугл сработало почему-то а а значит схватил я в руку свое лучшее ружье то есть перо и художественное слово и пишу тебе это письмо прости что на салфетке но у меня не было под рукой ничего более подходящего о чудеснейшее не верь ни слову из тех что нашептывает нашептывает тебе этот человек скользкий словно уш и равно же ядовитый отринь его авансы и позволь мне самому ходить с тобой под руку кормить тебя виноградом и освещать твое небо фейерверком своего счастья навсегда твой Фабьен ищем дальше пустая коробочка в форме сверца должно быть ее здесь оставил оси синяя похоже на коробку отдыха кто-то оставил она похожа на ту что у лютика его было с трещинами кто-то когда-то его этой летней приложил а это лютик с графиней то того да истинный талант вы рисуете как великий пёль великий пёль но он же танцор играй почаще сын сын любит тебя смотреть и слышать его брат и не орется на 4 месяца слава богу а то уж я думал что он а то сыну там лет 8 6 есть главное хотят если слушать то отлично показывают разные вещи так идем по запаху 4 месяца папашка такой ровно мне кажется что правый манжет немного лет 20 говорит сын я уже говорил вход только для членов мандрагоры классно ничем не могу помочь а здесь был что-нибудь придумаем давай вырубим его с вертушки я я везде узнаю этот голос точно вырубим вы должны быть перепутали меня с кем-то я 15 лет служил во дворце ваша милость я вас ни с кем не перепутаю фантомас а просто так мы мы здесь инкогнито это дело государственной важности сын в 4 месяца точно разбирается чем я могу вам служить да поехали мы же можем рассчитывать на твою сознательность разумеется буду нем как могила мы ищем Сесилию Биланте не видел ее она в гримерной пришла в компании какого-то дворянина у них явно что-то между ними явно было как он выглядел высокий широк в плечах из-под маски была видна черная борода наш клиент говорился наземным акцентом ну вот так растягивал это наверняка он нам нужно в ее гримерную как можно скорее так точно я вас отведу оставайся здесь а если кто-то попытается бежать задержи его так точно так точно быстро куда уже быстрее так какая дверь вторая уу это видимо Сесилия пульса нет мы опоздали это я долго выход искал перерезал ей горло животное наоборот ну ладно через дверь он не выходил стражник бы его заметил возможно он еще здесь найди его пока он не причинил вреда кому-то еще я сейчас же уведомлю Ариану пусть закончит прием нам нельзя разделяться Геральт я справлюсь беги за преступником а я приведу помощь не слушает ведьмака опытного между прочим используя ведьмачи чите пройти по следам ловко и ровно и отличие сделали этого моста он сильный он убил ее и вышел на балкон вон ой музыка один одна из моих любимых композиций в такие моменты что ур а ну-ка открывая дверь разбил горшок затем наступил в землю он забрался по этой лесенке следы грязных собок осторожно он может быть совсем рядом да изи разбитый зеркало кто-то влетел в него а затем упал на пол следы крови о краску надыбыли оппачки украшенный охотничий нож украшенный охотничий нож украшенный охотничий нож должно быть его выронили во время схватки закрыты ключами нет я пришел отсюда выход в окно на раме следы крови кто-то выпал из окна чувство это я не дает светильник погнут и вымазан в крови кто-то пытался за него схватиться он очень далеко пустая чернильница ее сбросили и она упала в сторону комнаты холст надрезан картина будто разрезана ножом звенья разорванной цепочки наверное на ней висела драгоценность шкатулка с выломанным замком похоже ее вскрыли отмычкой драгоценное украшение на нем крыловый отпечаток пальцев рядом лежат звенья цепочки как от разорванного ожерелья видимо завязалась драка так кажется драгоценность была в шкатулке центрит собирался ее взять но кто-то ему помешал завязалась схватка и в итоге кто-то выпал из окна он должен был разбиться драгоценность все еще здесь значит этим кем-то был сам центреец так это следователь ведьмак верно мы вместе обнаружили тело а затем он пошел по следу убийцы и попал сюда но здесь я нашел только следы борьбы кажется с последней жертвой центреец не справился жаль только сисилии это уже не поможет бедная девушка я всегда говорила ей что она выбирает не тех мужчин но я подумать не могла что она приведет сюда убийцу я скажу прислуге пусть сейчас же займутся ее телом мы же давайте присядем и я расскажу вам все в подробностях я застала его за кражей он рылся в моих вещах выискивая ценности и что ты вызвала стражу нет у меня не было времени он же мог сбежать он как раз стоял ко мне спиной так что я напала сама он ударился головой о раму картины у него хлынула кровь он был в бешенстве вытащил нож а потом все пронеслось как в тумане я сумела выбить у него нож и толкнула его а он выпал из окна именно так неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником не сходится потому что я дама и ношу платья не доспехи я умею о себе позаботиться шпилька для волос может и выглядит как украшение но если ее вогнать в глаз она убивает не хуже меча там же тема в том была что она говорит что он ударился головой о картину а потом выхватил нож а картина оказалась разрезанная ножом если тут конечно такое детали внимание к мелочам то ведьмак догадается что что-то было не так ту 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 ну ладно перерыв две минуты чаек там печеньки я перехвачу с хавы с хавы и а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Она была... проклята. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет. Она родилась в дурной час. Говорили, её коснулось проклятия Чёрного Солнца. Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. Случаи с Чёрным Солнцем возможны. А может, всё потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокажённым. Наверное, ей было нелегко. Она... она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она... бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Сидрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были ещё детьми, а брат Сидрико был в меня влюблён. Это было невинное детское увлечение. Сиана об этом знала. Она сказала Сидрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата. Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата. Она загубила этой шуткой две жизни. Сидрик не простил себя по сей день. В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад. И всё это время я тосковала по ней. Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь? Она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Я думал, так всегда бывает между сёстрами. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень её не хватает. Кража моего вина была первой уликой. Это очень в её стиле. Она любила утереть мне носы. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить моё вино, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Твоя миссия обретает новое значение. Отправляйся в Дунтыны, и если Сиана всё ещё там, найди её. Несмотря на то, что она сделала, волос не должен упасть с её головы. И ты позаботишься о... Что там написала Бриклэвера? Секунду. Это дизайн нового сайта. Я даже Пекамод сейчас включу. О, прикольно. У нас тут... Как много опций. Так, можно ещё разок. Я сам поставлю, в общем-то. Сложно разглядеть, но можно. Если она там, я найду её. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить. Как сестра с сестрой. Ваша милость, Геральт. Я хотела вам представить... Регис! Какой сюрприз! Я не знала, что ты в Баклере. А это... Мой близкий друг, Детлов Вандер Эритайн. Он прибыл из Нозаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь Ведьмаку. Опа! Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз. Я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Она вампирша, короче. Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже... Друзья? Мало на кого я могу рассчитывать так, как на Региса. Надеюсь, он то же самое думает обо мне. Интересно. Похоже, противоположности и правда притягиваются. Не дай себя обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинств. Как он скрывает их от мира. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозреваю, что речь идет о бестии. Мастер-Ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у Ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. Хороший голос. Совсем как у людей. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о ведьмачьем ремесе. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге. Это вообще не все. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я схожу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Невероятная беседа ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусенто. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа. Керальт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Детлоф верит, что ты выполнишь задание. И никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно. Еще до знакомства с тобой. И до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я тебе про нее расскажу. Но при более удобном случае. Текст не совпадает со звучкой. Вы двое оказались здесь не случайно. Я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств. Но нам помогла услужливая птичка. Угу. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дун-Тыны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. Бесса, иди сюда. Бессочка, иди сюда. Давай, скорее. Иди. Бесса, иди. Молодец. Иди на ручки. Давай. Иди на ручки. Дирессированный кот. Давай. Иди сюда. Давай, конечно. Давай. Молодец. Молодец. Поглажу тебя. Посмотрим сейчас камеру с тобой. Скучаешь по маме, да? Скучает по маме. Пришла из другой комнаты. Коту скучный, одиноко. Давай посмотрим в камеру. Докажем пацанам с чатики, что ты дрессирована у меня, да? Дрессирована? Вот. Молодец. Помурчи еще тут. Давай. Мурчи. Нет? Не хочешь давать комментарии? Все, тогда беги. Я должен руки помыть, у меня аллергия. Все, не ори больше. Молодец. Молодец. Не опозорил меня. Она еще крышку может приносить. От бутылки. Пластиковой. Так, окей. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно. Я займусь Детлофом. Удачи, мой друг. Чудесно, Детлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно если пить его предстоит столь известным дамам. Регис, как всегда, Галантин. Тем более, я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость. Было очень приятно. Благодарю за помощь. Она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Такая мордень черная. Должна признать, у тебя необычные друзья. Это Детлоф. Весьма загадочный человек. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. И какой он? Чувствительный. Грустный. Носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек. Только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Донтыны. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Делла Круа. Зачем? Это на реке Санс-Ретур. Недалеко от Корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Атака замка. Ой, хорошо. Вот это прям вот да. Атака замка. Метинские ворота. Надо переодеться, не забыть. Туармора никакого. Интоксикация тоже. Значит, ведьмака надо было вызывать? А рыцари-то на что я вас спрашиваю? Так, одеваемся. Раз, два, три, четыре. Четыре говорю. Так, статьи о персонажах появились. Но, с вашего позволения, я так куторал, кстати. Чудовищная резня в умении Дюрана да Саварина. 46-й уровень ожидали. Чтобы перебить членов изданического общества Тусента. 1200. Так, я накидываю снова по интоксикации тему, чтобы две в секунду. Только я не ставил, я убрал так что. Ай! Вот так вот интоксикацию почему-то скинул. Поехали. Встретиться с Дамьеном на мельнице графа Делакхуа. После полуночи причем. Где-то мельница находится. Далече. Тогда через портовые ворота движемся. Переходим. А кому там наша беда интересна? Закат. Чтоб мне так хотелось, как мне не хочется. Очень красивое механизм. Вот придержи коней, красавчик. Я скажу. Стоит поиграть, если есть время. И к этому жанру вы неровно дышите. Так, давайте я тогда через виноделью Корва Бьянка, через Вопротестительный знак. Там близко чекпоинтов у меня нет, но вот отсюда можно двух зайцев замочить. Моё почтение. Мне платва нужна. Что там? Как там? 15-25. Есть. Давай платва. Начало финалочки осторожнее. Гроу поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Соточка? Миша. Да. Миша. Что? Ми-и-и-и-иша. Старый шизофреник. Приятно тебя лицезреть. Прям бом-бом. СПС за стрим по ведьмаку. ПС. Г-г хорош. Дизайн не очень. Ой, он как знал, что я буду сам с собой разговаривать. Блин, это так круто. Так, я выхожу к финальной цепочке квестов. В принципе, мне хочется уже, в общем-то, так, подойти к финалу. Возможно, мы два, пару квестов наиболее интересных еще пройдем после этого. Но, я думаю, что... Пошла. Пора уже идти. Там реально очень много заданий, которые... Доп-заданий из этого, которые можно было бы пройти. Мы, наверное, штук 10 прошли. Еще столько же, как минимум. Ну, и еще можно пособирать дальше по этим, по доскам объявлений. Да, я понимаю, что в RL пропускаю много побочек, но, к сожалению, у меня... Там, БСП можно с ним постримить. И к чему, вроде как, все. И дончик последний пришел. Слишком рано, гвардейцев еще нет. Готика, опять же, командос. Когда? Когда? Так, давайте до заката. Вы видели, как Женя работает. Она пыталась за ноутбук лечь, в смысле, сесть, лечь с ноутбуком. А код... Ну, просто ее внимание максимально привлекает. И не видно ни клавиатуру, ни... Так. После полуночи же написано русским языком. Приходит. Дум же еще. А, не, я же хотел компанию Старкрафта завтра пройти. Вечерком побыстрее. Идем на мельницу, там все и обсудим. Там же вторая часть вышла уже. Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задача нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынне состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же, недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Должно быть, это люди-центрийцы. Я встретил нескольких в городе, они пытались меня убить. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно. Но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Я мог бы войти из парадного, в общем-то. Но так мы быстрее до цели доберемся. И безопаснее, что самое главное для них самих. Компания говорит по старику коротко, но никто не смог пройти с первого раза. Но на максимальном уровне, естественно, сложности. Никто не смог. Ни один человек в мире. Мне кажется, интересно. Давно я устроил. Началось. Опять мне захочется... Быстрее! Бьем коней для Родерика и валим отсюда! Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем! Не так быстро! Придется изменить планы! Еще можно сдаться! Так, хорошо. Токсичность у меня нулеваем. Я начинаю с... Так, квинчик. Баб. Резисты. И... Давай все-таки силу атаки. Дальше яд повешенного, да? Закинуть можно пока не поздно в меч хотя бы какие-то бафы. Хотя бы какие-то бафы. Топовое что? Горение. Раз и два. Хорошо. Первый пошел. Сейчас критулечка будет. Постоянная. Все, что тут творится? Он убил, сука, и берега! Взять его! Все, криты пошли сплош... Сплошняком. Ошеломление только что было. Этих... Че-че-че-че-че-че-че. Что-то я не уследил за этим. Не стой! Да нет, сквэном легко слишком. Там бонусный урон 216%. Изи! обычный топор не зря взял не зря обычный брать не буду алкогест это очень хорошо вот все остальное это трэш так пропиваем гвардейцев не видать там их не должно быть прав был эти слышь не квен не надо вообще хорошего понемножку хотя у меня и так квен на эликсире висит но я эликсир этот выпил исключительно из за того чтобы у меня было интоксикацию конечно же все это знают кто-то есть прорвались той стороны все сюда убить его меня так просто не возьмешь валенды все блокирует ведь точно веселенькое там родерик вот он слабенький а можно посмотреть урон шанс крита 382 процента вероятность резиста крайне мало 382 процента урон секунду серебряным мечом 12 800 мне можно круче сделать но меня этот билд устраивает вполне хороший билл билл оставь ведьмаке жизнь я я ничего не сделал ты водишься с очень неподходящими людьми где дружки центрица в экскоме . это не было я знал что нельзя давать им кров где похищенная девушка что о чем какая девушка я ничего не знаю ни о каком бы похищении это видно мои гости где они сейчас замки готов готовятся бежать у них есть спутница женщина по имени сиана разуме разумеется это она меня убедил их принять и втравила тебя в большие неприятности где она вещи собирает мы должны были уехать вместе старый дурак я бы все все для нее сделал где она в замке ее ее комната башни на самом верху что что со мной будет держи прижми крайне должно остановить кровь спасибо ласточки хлебнуть не дал так задание дополнено победить стражников пробраться в крепость экспы конечно дает а блин я спуститься на об нифига себе тут от обычного урон суши гераль ты не хочешь взять я на куски порву так там улочник во первых ладно начнем с тебя надо же на ком-то разгоняться на юг один у о заморозка поджем на куски порву такой он вообще медленный да хорош ребятушки вообще так я только наверное его утону нет нет как будто есть еще кто-то рядом жалкое зрелище я без масла но и такая такой рубила сейчас погодите я попробую все-таки утонуть и главному может быть что-то ценное не получается ничего брать меч может сразу в стойку встает а это георг с турнира говорят гора который казуалочка да максимально ваш последний шанс сдавайтесь во что нас эта сука втравила бей его вперед ну ё-моё ребята ну а а и и а и а а а а а вот видите что они творят такие в рывашки я за конечно больше народу так давай-ка я егни еще пожгу для блюда ладно не останавливайся сколько там крита интересно 482 процента не ожидал найти вас здесь мы подумали что помощь тебе не помешает я об сам справился ведьмак нет времени объяснять где рэн думаю внутри мы все узнаем так пойдем уже блин классный такой рубила у них собственные с обилки врывается уж разрывают прыжки ух опа вот и рэнам от чего-то устал или у них там роман ну попа у него весьма и весьма и весьма рэна с тобой что с тобой если кто из них ты же знаешь я не дам себя в обиду я ждала тебя я не я не знал где искать тебя они грозили убить тебя я прости я тебя подвел она сама в общем то все дело дать или посему почерк взять сравнить она и манипулировал сели посему осталось найти сестру анны генриетты или нет ты знаешь где ее искать да хотя я наткнулся на роду и хозяина дунтын как все сложно он сказал где сиана в маленьком мозгу не помещается хотя бы надо еще дождаться она должна была быть в комнате в башне именно в той где мы сейчас и которая совсем не похожа на камеру для узницы кстати тут еще и графин с вином случайно оказался готов поспорить это краденый сангриаль к чему ты клонишь не надо не строй себе дурочку я знаю что все это часть твоего плана ведьмах что происходит боюсь датлов тебя обманули друг прошу тебя ты должен выслушать геральта да все она и рена да одно и то же лицо рена не настоящее ее имя ее зовут сиана и она сестра анны генриетты книги не тусанта что что это за бред сиану изгнали из дворца когда она была ребенком теперь она вернулась нашла убежище в дунтын и отсюда командовала шайкой бандитов она послала в баклер человека по прозвищу центриц он крал для нее княжеское вино так я вышел на ее след затем она решила вернуть драгоценность которую получила в подарок от отца мне очень жаль датлов ты был лишь частью ее плана ты придешь тес хам мутно и все объяснишь не придешь я сравняю баклер землей обещаю даю три дня я буду ждать он просто улетел он не хотел поступать опрометчиво ему надо остыть думаешь он выполнит свою угрозу не знаю когда он впадает в ярость он непредсказуем я пойду к нему прости что после того как вы не знаете датлофа так хорошо как я если я его не послушаюсь он правда уничтожит город у него хватит на это сил смотри-ка у тебя есть еще какие-то остатки совести это единственное что могу сделать что ж это представляется лучшим выходом ваша милость осторожней гвардейцы видели вампиров чудовища могут быть где то здесь вампиры или нет найдите мою сестру ищите ваша милость это сестренка то ничего так и все таки это ты сестричка во что же ты впуталась теперь ты за меня волнуешься правда с акцентом говорит я понимаю что ты испытываешь ко мне неприязнь но обещаю что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах мы еще об этом поговорим капитан ведите сиану во дворец я займусь ей как только мы вернемся слушаюсь ваша милость а тебе ведьма моя искренняя благодарность не могу поверить что моя сестра была так близко а радарик из дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже радариком манипулировали точно так же как и вампиром кстати ты выяснил кто похитил его возлюблен это сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство что что за чушь она и есть его пропавшая возлюбленная она инсценировала собственное похищение чтобы управлять им он был только орудием за всей этой интригой стоит сиана вы ошибаетесь это не может быть правдой ваша милость я знаю этого вампира и как это знаешь кто он д который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про назаир есть еще что-нибудь о чем вы забыли мне сказать может под горой горгоной живет дракон или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир ой парам где он теперь он ждет сиану если она в назначенное время не придет к нему навстречу он уничтожит бакляр он посмел нам грозить ваша милость у нас есть три дня чтобы привести ему сиану и замолчи у вас три дня на то чтобы принести мне его голову хватит с меня тайн и помощи вампирам я требую того за что заплатила головы бестии класс так хорошо персонажи сделали ты думаешь ее милость уже остыла сомневаюсь она так легко ничего не забывает особенно угрозы даже я вынужден признать что дэтлов вел себя совершенно неподобающе ты что нервничаешь с чего бы вдруг дай подумать ты возвращаешься с охоты с пустыми руками без трофеев и потеряв след что ж бывает особенно если чудовище которые ты выслеживаешь умеет превращаться в туман а как как реагируют заказчики когда ты не оправдываешь их ожиданий зависит от положения крестьяне ругаются матом вещами требуют вернуть задаток дворяне пытаются затравить тебя собаками а владыки обычно грозят эшафотом судари вас ожидает досточтимая княжна ваше милость народ требует кары сиана совершила столь страшные преступления пролила столько крови что еще слово пальмерин и я совершу преступление жертвой будешь ты повторяю последний раз сиана в ответе за множество смертей но она моя сестра учитывая кровные узы и наше прошлое я не допущу самосудов двойные стандарты опасаюсь ваша милость что черн может подняться они могут взять темницу и штурм пусть себе штурм синевики бунтуют господин сиана в безопасности мы должны забанить револьвера и будет там ожидать суда покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира я вижу по вашим лицам что вы от него не избавились мы сделали все что могли но мое терпение исчерпано геральт где он где декла мы работаем над этим ваша милость ты меня за дуру держишь я я бы не посмел мне все равно над чем ты работал работаешь или будешь работать мне нужны результаты а их по прежнему нет мужика у тебя нет иногда я устраиваю охоту на лис вы знаете как это выглядит великий ловчий спускает собак со сворки они мигом берут след и загоняют зверя и все это в пределах часа у тебя ведьмак была неделя помощь моих рыцарей и ты не достиг абсолютно ничего как же ты бесишь я начинаю думать что моя легавая лучше бы справилась легавая сучка да ладно хорошо эм ну хорош менястам кг медленно нет легавых мммм есть некоторая разница мгл для себе заметить что существует небозможно разадовать провокату ой что такое неужели совсем как между неудачной шуткой и оскорблением высшей власти осторожнее со словами а теперь к делу вы установили хоть что-нибудь ваша милость сиана использовала деплата она обманула его чтобы убить рыцари которые сопровождали ее возгнание вероятно ваша милость вампиры что но говори вампиры напали на город капитан де латур обороняет площадь возле пристани но множество убитых зараза ничего ты как они сама справишься может легавые твои помогут я-то пойду просто или еще скажет ведьмак помоги раз уж д хочет войны что воевать геральт заделал это я заделал ты охренела ты уберите ее давно пора надо в порт зайти пусть там одна из местных будет за герцогиню типа так о чем я значит силы атаки резисты клена что там опять да да так дальше у нас вообще черную кровь надо было хряпнуть черную кровь у меня есть отличная даже черная кровь масло против вампиров нет топовые кажись вообще-то вампиров топить масло ну че работаем покажи что умеешь да ничего не умеет ой может сразу акси поставить потому что так и не найдем не не акси ирден воу-воу-воу это бруксом эти вот она сейчас нет блин да мне интоксикация да твою интоксикация надо короче реально выпить 3 зелья не 4 а то я в не могу бутыльки использовать не могу жуть да изи просто я не могу эти использовать бомбы же с серебром да отзабей там 22 зелья выпить и все будет ток показываю смотри намазал выпил 50 выпила резисты выпил к венчик пропил черную кровь поставил не ясно вот уж пробил гроб после боя с вампирами доставишь и рода мочи давайте ну и где и что там все икс нажимаете и убиваете ничего не надо делать просто просто одна кнопка ну и ну и как ты удавился мерзавец все она не явилась навстречу вот пожалуйста датлов не шутил да и нам тоже надо заняться этим всерьез дело зашло слишком далеко рейдис ты упоминал какой-то способ выманить датова говорил что не хочешь прибегать к нему потому что он слишком опасен я так выразился прости в таком случае я ввел тебя в заблуждение слова опасен передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риса интригует пожалуйста заканчиваю уже внутренний монолог и просто скажи как заставить датлов и явиться навстречу минутка мне бы хотелось чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу ты же можешь выполнить требования датлафа и освободить тяну тут ты думаешь датлаф все еще верит в невиновность сиан и я думаю что-то подозревает он пытается понять что происходит салами ради этого готов объявить войну в семечне раза много что умеренность никогда не была его сильной стороной тут говорят две концовки две ветки ох ну на самом деле мне княжна нравится как харизматичная дама но я бы оставил решать судьбу сиан и именно датлафа именно датлафа если по ней изначально были вместе если псиану сестрица не заточила это смогла бы прийти навстречу например ну допустим если бы захотела то никакого бы этого набега не было и по ним наверное смогли бы разобраться друг с дружкой как-то самостоятельно сиану можно говорит да вы что а что ты предлагаешь сделать сианой попробуй убедить меня что ты прав почему я должен освобождать сиану я знаю теперь в это тяжело поверить но датлаф не злой он импульсивный нужно чтобы они встретились поговорили и он отступит от города это может и соглашусь а вот анна генри это некая забей каблук заметь я не предлагаю спрашивать у нее позвали о вариант не нравится у меня много замечаний к твоему плану в том числе и такое мы не представляем где держится сиану ты слышал что говорила княгиня в темнице и и нет я не успею обе конца отговорки мой друг я уверен стоит тебе захотеть ты найдешь ее без труда ну в общем можно поговорить с дамьеном княгиня держит его при себе вероятно он что-то знает вот видишь пацаны были осознавшие что-нибудь при сегодня скорее всего даже а если встреча у них не по твоему плану что если дойдет до боя ты можешь гарантировать что сианой ничего не случится крайне маловероятно что слушай давай без теории вероятности просто ответь да или нет вручает что волос не упадет с ее головы надеюсь я развеял твои сомнения не совсем мы еще не закончили разговор говорят слушать а сколько осталось по времени до финалки то есть с одной стороны у нас уже четыре с небольшим часа идет трансляция и хорошо было бы закончить но если там осталось минут не знаю полчасика час то я бы добил но если там два три плюс часа то то это гэшечка пара часов часа три полтора два два три а там пять минут говорит авария сейчас убиваешь до этого и конец спасибо что сообщили сколько сколько времени осталось тогда мы скорее всего на следующей трансляции не уверен что он будет завтра что завтра я планирую строков поиграть в компанию вторую часть пройти но вот следующая одиннадцатая часть будет концовка и захватим еще пару доп квестов если у вас есть пожелания по поводу квестов то оставляйте в комментариях каналу как можно выводить то если я покажу снизиться из доступа кровью девственницы и вновь уфа нет посидеть и неподалеку живет один из скрытых я же не обещал древних могущественных вампиров сам древних и самых могущественных да и тузер земли скрытого каждый из нас обязан слушать нас еще проголостяну сказали здесь на не разошлись к цены а значит что одного его слова и дедов нравится в указанное место и как убедить этого скрытого чтобы он вызвал дедов сперва хорошо было бы его найти скрытый не встречается с приезжими без особой нужды а вот местный возьмем к примеру ариану видишь ли она тоже я догадался хорошо допустим она меня к нему приведет и что дальше не знаю надо будет импровизировать ну ясно словом или я поддамся шантажисту или сражусь с ним знаешь мои предпочтения если мы освободим сиану и устроим ей встречу с датлафом есть шанс что мы все останемся живы включая датлафа рейдис прости что ставлю тебя в такое положение но если я все-таки решу драться с датлафом на чью сторону ты встанешь хорошего что ты решишь что этот вопрос надо решать мечом я не стану у тебя на пути я ценю это надеюсь а теперь скажи пожалуйста что ты собираешься делать я собираюсь освободить сиену поговорим с дамьеном да и подумайте с вас и не знаю я должен подумать понимаю это нелегкий выбор позволь я оставлю тебя одного и пойду в город я не могу остановить резину но хотя бы попытаюсь уменьшить число жертв когда ты примешь какое-то решение или узнаешь что нибудь шепни словечко птицам там на всех случаях засейвились просто зачем сейчас принимать решение вдруг там реально обе концовки стоит пройти ну вместо дополнительных кустов скажем и так сохраняемся есть стопаем запись 35 . Продолжение следует...